День рождения сегодня празднует Украинская служба информации. В этом году издание отмечает свое пятилетие. За это время одесская медиа успела провести ряд громких расследований, а также создать успешный ютуб-контент. Подробнее обо всем смотрите в следующем сюжете. Украинская служба информации отмечает пять лет в медиапространстве Одессы и области. В портал УСИ качественно отличается от других ресурсов, ведь кроме оперативной подачи новостей, аналитических материалов и расследований, создает уникальный видеоконтент на своем ютуб-канале. Журналисты разоблачают чиновников-коррупционеров и снимают социальные проекты о проблемах одесситов. Это точки на карте, потому что их я придумал как бы с нуля, грубо говоря. Были когда-то похожие проекты в Одессе, но они были совершенно не такого формата, это было не про серьезные какие-то расследования. Ну, я бы даже расследованием даже свои точки на карте назвал, это больше такая глубокая аналитика. Но просто все равно никто этого не делает, и это красивый формат, который позволяет делать пролет из дрона, то есть зрителю нравится смотреть, плюс ему объясняются проблемы города. Я показываю, составляю карту из каких-то определенных проблем, выбираю какую-то одну проблему, тематику этого выпуска. Это может быть оползень, это могут быть обрушения домов, это может быть какая-то коррупция. Сейчас будет выпуск про ремонт и дорог. Я собираю эту информацию, выкладываю ее на карту, чтобы это было наглядно абсолютно, где, сколько, кто, зачем, почему. И объясняю это в видео, то есть в формате. Амбициозную команду очень вдохновляет доверие одесситов и жителей региона, которые постоянно читают онлайн-издания и смотрят новые выпуски проектов. Главная цель УСИ – подавать информацию достоверно, оперативно и просто. Мне нравится облегчать новости, делать их максимально легкими для людей, для тех, кто смотрит эти новости. Делать их прямо, чтобы совсем легко, чтобы совсем приятно, чтобы оно было до трех минут, в лучшем случае полторы минуты. И людям это нравится, и мне безумно приятно, когда они пишут комменты, когда они реагируют на это. И я готова снимать еще. Украинская служба информации постоянно развивается, создает новые форматы и внедряет новшества. Сейчас успешную команду возглавила известная одесская журналистка, телеведущая, поэтесса и заместитель редактора седьмого канала Татьяна Милимко. Я как раз вела ребенка в школу, и у него там очень много новых одноклассников появилось, и он делился по дороге, что он переживает. Не знает, как с ними знакомиться, не знает, как себя с ними вести. И я его успокаивала, рассказывала ему, как надо. А потом он приходит со школы, и я говорю, ну что, сынок, теперь мне расскажи, как надо, потому что я иду в новый коллектив. Ну, все люди взрослые, все знают свою работу, я знаю свою работу, мне есть чем поделиться, мне есть что сказать, и ребятам есть, чем у меня научить. Этот год для издания будет новым стартом, ведь отныне УСИ будет рассказывать не только о главных событиях Одессы и региона. Я считаю, что издание должно быть широкопрофильным, что издание должно не ограничиваться только на одесских событиях и только лишь там на политике или еще на каких-то направлениях. Нет. Должно полностью вникать во все сферы жизни, потому что все эти сферы взаимосвязаны точно так же между собой. Правильно? И вплоть до каких-то мировых событий, которые тоже нужно анализировать, потому что в итоге они могут отразиться и на Одессе в том числе. Я более глобально здесь вижу возможности этого ресурса и, конечно, очень нужна поддержка и читателей, и зрителей, которые будут готовы отдавать свой голос, свой клик вот этот, да, про свои просмотры. С праздником коллег поздравляет Татьяна Очереднюк, Татьяна Фомина и вся команда Седьмого канала.